Для тех, кто следит за пожарной ситуацией в лесах, у нас две новости. Одна хорошая. Все природные возгорания на данный момент ликвидированы. Вторая плохая. Погода заставит понервничать. В Югре прогнозируется прохождение грозовых разрядов. А ведь именно грозы в большинстве случаев являются причиной лесных пожаров. Поэтому в режим повышенной готовности переведены силы авиационной и наземной охраны лесов. Это 700 человек. Еще 3 на 30 возвращаются в округ Салтая. Данная группировка помогала в ликвидации крупного возгорания. Воздушные суда сейчас мониторят леса. На эти цели планируется задействовать 11 самолетов. Добавлю, что грозовой фронт уже зашел в Югру, а конкретно на территорию Березовского и Белоярского районов. Мы не можем куда-то переместить сейчас в группировку, внутрибазовым маневрированием произвести, потому что по территории всей Югры будет грозовой фронт. Где-то будет он с меньшим количеством осадков, где-то с большим. И по итогам патрулирования мы будем принимать решение оперативно проводить мидбазовый маневрирование. Югорчане отважно несут службу в зоне СВО. Наши земляки с передовой продолжают делиться своими историями и личной мотивацией. Например, боец Радик с позывным «Татарин», житель Саранпауля Березовского района. Раньше Панин работал на заводе подрядчиком, на СВО решил пойти добровольцем. Сейчас у него уже второй контракт. Пошел потому, что не мог быть равнодушным, хотелось помочь людям, защищать жителей Донбасса, говорит боец. Семья поддерживает его решение. Игорчанин является ветераном боевых действий, получил медаль за заслуги перед Отечеством. Был под Чернопоповкой в ноябре-декабре 2022 года. Ну, в штурмовом отряде, прям конкретно были в боевых действиях, и зачищали окопы, штурмовали окопы. Вот. Там получил ранение осколочное от гранаты. Ну, мина взрывная, правильно говорится. Я уже не могу просто сидеть дома и знать, что здесь мои близкие друзья воюют, и я останусь в стороне. Сегодня праздник, поздравить с которым себя могут многие игорчане. Всемирный день рыболовства отмечается 27 июня, начиная с 1985 года. Водные биоресурсы относятся к популярным продовольственным товарам. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в настоящее время объем продукции мирового промышленного рыболовства ежегодно составляет около 90 миллионов тонн. 27 июня во многих странах проводятся состязания по рыбной ловле. Я вот на рыбалку вообще езжу с детства. Меня дедушка приучил к рыбалке, и поэтому это очень такое для меня важное хобби. Вот. Находиться на рыбалке, ну и, соответственно, потом уже приготовить, наверное, рыбу и посидеть в семейном кругу, поужинать. Рыбалка – это не способ добычи пропитания, это наслаждение, это удовольствие, это способ расслабиться, отдохнуть, получить позитив, позитивную энергию, эмоции. Здорово, на самом деле. Очень нравится сам процесс. Отдыхаешь и душой, и телом. А плюс еще классное эмоциональное подкрепление, когда добываешь то, что хотел, или наоборот, что-то неожиданное, чего не планировал, чувствуешь себя сразу добытчиком. Я испытываю гордость, потому что я продолжаю дело своих отцов, своего деда. Я отношусь к малочисленной группе, и для нас рыбалка занимает особую часть в нашей жизни. С хорошим настроением приходить, идти туда по желанию, а не по принуждению. И опять же, опыт и тренировки – это секреты хорошего улова, это секреты успешного улова и успешной рыбалки. Продолжение следует...